И снова здравствуйте, у нас в студии первый гость, он точно знает, как должны отдыхать взрослые люди, и нам об этом расскажут. Это Дмитрий Никитин, руководитель лагеря для взрослых. Дмитрий, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, итак, лагерь для взрослых где-то, ну, в лесах, там, в марийских лесах, допустим, да, где нет вообще никаких гаджетов, даже мобильных телефонов. Вот как появилась эта идея вообще, и как он действует? Дело в том, что несколько лет назад, это началась вся история, около четырех лет назад, я занимался гражданской журналистикой, писал заметки на различные темы, и понял, что большой объем информации, за которым мне приходилось следить, он вредит мне. То есть я начинаю хуже спать, да, усталость, проблемы там какие-то, с засыпанием трудно думать, иногда становится от переизбытка информации. И тогда я начал искать различные пути, как, собственно, можно от этого избавиться, и как стать продуктивнее в своей жизнедеятельности. Потому что гражданская журналистика не была моей основной профессией, вот, и поэтому я начал собирать вот различные опыты, и таким образом нашел такое понятие, как digital detox или цифровой detox. стал изучать вот как раз вот как избавляться от информации, и, собственно, наш лагерь для взрослых, это компиляция опыта различных стран, как люди это делают в других странах. И главная наша задача – это отдохнуть от информационного шума, да? Отдохнуть. С помощью чего мы отдыхаем? Мы отдыхаем, во-первых, с помощью того, что мы избавляемся от всех вещей, которые отвлекают нас, которые несут нам какую-то информацию. У нас в лагере запрещены часы, запрещены пульсомеры, шагометры, любые гаджеты, телефоны. Также у нас запрещены разговоры о работе, чтобы человек полностью смог вот просто отвлечься и забыть, кем он является там, вне лагеря, и быть тем человеком, которым он на самом деле является. А чем наполняем мы наши смены, мы наполняем их различными творческими мастер-классами, немного может быть психологии, мастер-классы по массажу, гимнастика, цикл, кулинарные мастер-классы и так далее. То есть мы не даем людям заскучать, в программу входят спортивные игры, какие-то настольные, интеллектуальные викторины и так далее. Смена сколько? Сколько длится? И вот у людей не происходит ли ломка? Да, сколько нужно дней, чтобы... Потому что как без телефона? На самом деле ломка происходит у всех, потому что первым же желанием у человека, который приехал, да, мы запечатываем телефоны... Первое желание – сфотографировать все это и выложить. Мы запечатываем телефоны в плотные конверты с такими наклеечками красивыми, и у людей сразу же возникает желание первым делом их сфотографировать и, соответственно, опубликовать куда-то. Но в основном люди быстро довольно к этому привыкают, адаптируются, но встречаются люди, которым тяжело, и они отдают нам эти телефоны свои, и потом говорят о том, что да, я действительно испытывал какой-то стресс, и им приходилось... Скомфорт. Да. А сколько смена длится? В среднем смена длится три дня, то есть с пятницы по воскресенье. Ну это можно потерпеть три дня. Да, бывают смены, мы планируем сейчас подлиннее тоже делать, потому что наш проект существует с прошлого года всего лишь, вот сейчас вот будем... То есть от времени года это не зависит, это можно в любое время года? Нет, буквально 23-25 февраля мы проводили вот нашу очередную смену, зимнюю, это был для нас первый такой опыт, и было все очень здорово. Ну я думаю, это был хороший способ отпраздновать 23 февраля, оригинально, да? Да. Ну и давайте заключительный вопрос, если вдруг кто-то надумает ехать с детьми, можно ли с детьми поехать со своими? К сожалению, нет, этот лагерь только для взрослых, потому что от детей взрослые тоже устают, и им нужно отдохнуть за детьми, всегда нужен присмотр, и, во-первых, родителям самим нужно отдыхать от своих детей, и чтобы не создавать дискомфорт остальным гостям нашего лагеря, потому что, ну, дети, они и есть дети, они создают лишний шум, как раз вот чего мы пытаемся не допускать. Ой, какую картину вы нарисовали прекрасную, просто Дэм. Да, Дмитрий, ну, отличная идея, мы вам желаем удачи, желаем расширения проекта, и, друзья, те, кто заинтересовался, лагерь для взрослых, попробуйте, отдохните и так.